Есть онлайн-режим, который сейчас в данный момент определяет основные загрязняющие вещества. Это диоксид азота, оксид азота и оксиды углерода. Насколько увеличится перечень вредных веществ, если Нижнекамская ТЭЦ вместо газа начнет сжигать нефтяной кокс? Вопрос злободневный, а сам проект скандальный. Широкую огласку получил после череды судебных процессов о его возможном вреде для здоровья населения. Дальше больше. Идея энергетиков застопорилась в кабинетах Минэкологии, о чем сегодня руководство станции и рассказало журналистам во время делового завтрака. Проект пришлось доработать, а местами вообще изменить. Сегодня котлы просто работают без систем очистки. Они так запроектированы. Мы ставим дорогостоящие, это не один миллиард и не один десяток миллиардов системы газоочистки на хвосты на эти котлы. И получаем на выходе очищенный дымовой газ. А еще получают экономическую выгоду. Вместо покупного природного газа топить будут бесплатным коксом. Он в избытке остается после переработки нефти на Танека. Отпадает и надобность в его утилизации. Еще один плюс в карман Татнефти. Переход на собственное топливо запланирован на 2022-2023 годы. Но лишь в том случае, если зеленый свет энергетикам даст главное управление государственной экспертизы. Оттуда тоже уже ряд замечаний. Проект непростой. Мы это прекрасно осознаем. Отдаем себе отчет. Поэтому и по срокам вот эта затяжка произошла. Потому что вот так вот с бухты барахты айда пошли пожгем. Нет, так не пойдет. Проект не только непростой. В России пока никто не топит коксом. Нижнекамские энергетики решились на это первыми. Хотя эксперты из Академии наук заявляют о недопустимости использования кокса в качестве топлива. К слову, проект перехода на кокс еще в 2017 году прошел общественное слушание. И был принят тогда практически единогласно. Но со временем экологические требования ужесточились. И проект претерпел разные изменения. Поэтому энергетики готовы представить его еще раз на суд нижнекамцев. Когда это будет, они сообщат заблаговременно. Наталья Лушникова, Фахри Исламов. Новости НТР.